Сегодня я хочу рассказать, как делать простой кастом абатмент вместе с коронкой и как усовершенствовать ваше клиническое время. Как вы видите, что на экране, значит, InLab Software была открыта, коронка вместе с балантовским кастом абатментом уже была сделана. Но просто я перейду с степы для того, чтобы было немножко понятно, как все это делать. Значит, для того, чтобы начать, мы начинаем справа и идем налево. То есть мы открываем абатмент, мы открываем By Generic Individual и мы открываем Multi-Layer. Если вы хотите делать копии, то вы можете сделать копию от вашей предыдущей коронки, которую вы просто посканировали. В данном случае я буду делать новую коронку на новый кастом абатмент. Для того, чтобы понять, как все это делается, мы должны будем делать select milling device, которым вы будете делать milling. Другой, значит, в Veneering Structure мы обычно делаем это Emax коронка. Вы можете выбрать любое, можете видеть, любой материал, который вы видите здесь на экране. И другое то, что вы видите, что у нас только есть два опшена. В Америке у нас пока нет Emax абатмента, но у нас есть Inquiries Mezoblock, который происходит от Serone. И мы будем делать Sintering этого абатмента. Значит, когда мы кликнули ОК, значит, опять же, появился этот же скрин. Мы переходим на другой скрин, который находится в Scan. Значит, на скене я не могу уже сделать то, чтобы было просканировано. Что я делаю при сканировании? Я не делаю, как говорится, физического слепка. Я делаю, я ставлю скен, значит, в ScanPost прям пациенту уже в рот, значит, там, где находится абатмент, проверяя специально, конечно, рентгеном, как она сидит. И после этого я уже сканирую это все во рту. После того, как просканировал это все во рту, значит, я начинаю уже делать дизайн прям здесь на софтве. Как вы видите, что, значит, абатментская коронка и сам абатмент был уже сделан. Так, вы видите, может, здесь в конце, что мы можем посмотреть, как выглядит сам абатмент. Вы видите, что его дизайн был сделан так, что, значит, где формирующееся, значит, устройство, которое было сделано, поставлено на имплант, так, оно было узкое для маляра, поэтому, значит, мой имплант, иска, абатмент идет прямо, и потом где-то миллиметр до, значит, до, где я хочу увидеть свою, моя шейка, свою зубы, я делаю флэр немножко, так, так, чтобы именно коронка, шейка коронки зуба именно стала там, где я хочу. Значит, вы видите, что положение самого моего импланта, custom абатмент, так, вы можете этот же файл, если у вас нету печки для синтетинга делать зеркония, можете отправить, если есть инспидент, для того, чтобы они сами промиловали и процентализировали, и отправляется вам при члене где-то в течение двух дней. Стоит между разницей между делать вам в офисе и делать в центре, может быть, здесь стоит вам 10 долларов за шиппинг. Так, вы тоже самое можете сделать и, скажу, коронку в это же время, если у вас два миллинг юнита в офисе, вы можете сразу же отмиловать, значит, коронку и абатмент все время, и вас займет, предвидительно, вместе с интернером, может быть, два-два с половиной часа максимум, и пациент уже будет готовы иметь коронку, и также будет иметь и custom абатмент. Значит, для того, чтобы понять все эти, значит, степы, которые я вам говорил, что, как я вам говорил, что я просканировал это все во рту, опять же, я не брал никакого вирического импрессиона, поэтому для пациента или меня это будет очень хорошо, и у вас некоторые есть пациенты, которые имеют географлекс, так, которые не переносят ли обычный материал. Поэтому в данном случае, значит, это, как говорится, экономит ваше время, так. Другое, что мы, когда вы видите, что ваш имплант находится под десной, так, вы используете gingival mask для того, чтобы, значит, программа могла знать, где и как находится десна, для того, чтобы сделать, формировать ваш абатмент. Если же по какой-то причине у вас имплант находится выше вашей десны, старайтесь gingival mask убрать, так, для того, чтобы она не мешала вашему, значит, как говорится, фабрикации вашей кастом абатмент и коронке. И вы, если у вас получится, значит, вы будете использовать gingival mask, у вас будет очень большая проблема, как вы поставите ее в правильном положении. Поэтому вы видите, что lower gingival, который, скажем, здесь используют, скажем, я обычно ее, скажем, убираю, если мой имплант находится выше, чем моя десна. Значит, опять же, он говорит, что работа уже была сделана, так, поэтому я просто показываю, как это все делается в клиническом варианте. Вы видите, что у нас достаточно расстояния между верхней и нижней челюстью, и это будет определять то, что делает нам или, значит, винтовую конструкцию, или будет цементная конструкция. Значит, модель, которая, вы видите, как мы здесь сделали, вы, опять же, сделаете Curve SPI, значит, линия SPI, чтобы, или дуга SPI, для того, чтобы вам правильно было поставить, скажем, плановский аббатмент и короночку. И когда вы это все сделали, вы переходите на другую фазу, где вам нужно будет сделать фабрикацию вашего аббатмента и коронки. Значит, чем хороша конструкция в этом данном случае, и что если бы вы хотели бы сделать меньше или больше вашу коронку, то вы можете просто поиграться вместе с софтвером, который находится у вас. Значит, как все это делается? Если же мы перейдем на дизайн сюда, вы видите здесь, да? Значит, я хочу Unlock Tools сделать, чтобы я мог работать, показать, что у вас может быть здесь сделать. Так, и если же, скажем, я хотел бы сделать этот аббатмент меньше или больше, вы видите, да, Scale Tool, то если я хочу делать окружилку, то постарайтесь, чтобы это у вас было, если вы хотите вверх-вниз сделать это все, то старайтесь отметить, значит, что это целое. Так, Scale Hole. Значит, что у вас получится, вы можете сделать меньше или больше, в зависимости от того, насколько у вас есть расстояние между верхней и нижней челюстей, так и насколько вам нужна будет толщина вашей коронки. Если бы вы хотели сделать просто частично какую-то часть, так, вы хотите использовать, то вы видите, да, что я могу использовать его здесь, я могу то же самое, скажем, его использовать и на краю. Вы видите, посмотрите на цвет, такой, коричневый. Значит, я могу его немножко сделать побольше, так, для того, чтобы этот сайз, вы видите, да, здесь сайз, он очень маленький. Если я хочу его сделать побольше, так, значит, я хочу, чтобы я мог работать на больше эре. Видите, да, что эре у меня увеличилась. То есть, если у меня, скажем, этот край находится, значит, над десной, то я могу вот сделать его под десной. То есть, я могу играться с программы так, как хочу, в зависимости от того, где находится моя десна. Для того, чтобы немножко ее правильно понять, я, значит, опять же, ставлю сюда мою джиндживо. Так, вы видите, как она все это проходит. И для того, чтобы я мог понять, видите, где находится мой край, для того, чтобы, опять же, мне было легче видеть, что я делаю, значит, я стараюсь эту десну сделать прозрачной, так, для того, чтобы я увидел, где находится мой край. И видите, когда я подхожу сюда, я отпускаю край, значит, коронки немножко под десной. Я не хочу заходить немножко больше дальше, потому что для меня будет легче почистить цемент здесь, для того, чтобы не было, скажем, и оставшийся цемент не давал нам никакую инфекцию. То же самое я проверяю его и с другой стороны, посмотреть, все ли у меня достаточно здесь или нет. Для того, чтобы, опять же, значит, мы уберем эту десну, так, и я хочу немножко посмотреть на ширину своего уступа. Я хочу сделать побольше, я хочу поменьше сделать, то, значит, в данном случае я возьму скейл, так, радиальный. Если, опять же, хочу сделать его как полностью, чтобы я мог работать, видите, да, я могу сделать его побольше, я могу сделать поменьше, в зависимости от того, где находится мой соседний зуб, так, и стараться, чтобы края вашего абатмента были около полтора или два миллиметра от соседнего зуба, или кости, чтобы сосочек, она не раздавливала его, так, и сосочек вырос и закрыл пространство между вашим абатментом и вашим соседствующим зубом. Если же, опять же, я хочу просто сделать это в одной части, и, опять же, убираю, из-за холл, то есть, опять же, видите, размер, так, и я могу работать, видите, да, из какой-то части, если мне где-то, я хочу больше уступ сделать, я могу работать то же самое, и убрать дополнительное, скажем, зерконе, которое находится в данном моменте. То же самое я хочу посмотреть, чтобы, видите, как формировалось это все, та коронка, для того, чтобы, опять же, если у вас получается, что ваш имплант находится немножко, так, ниже, так, чем ваша кость, и вам, чтобы не раздавливать вашу десну, я хочу, чтобы вы знали, что где находится, значит, параметр вашей десны, поэтому вы берете джинджевую маску, хорошо просканировали, и старайтесь сделать вашу коронку так, чтобы она не раздавливала то, что находится, здесь находится слизистая волочка. Так, поэтому коронка выглядит красивой, нормальной, и пациент не будет имя жаловаться, что попадание пищи или какого-то, скажем, воспалительного процесса вокруг этой кромки. Хорошо, я думаю, что, значит, если мы поставим, значит, верхнюю челюсть, и мы посмотрим, как это все относится, вы видите, что у пациентки почти все зубы, они плоские, так, поэтому большую анатомическую форму здесь невозможно было сделать, но, опять же, по ее прикусу, особенно, видите, заднюю зуба, где она в большинстве именно и грозит немножко свои зубы. Так, поэтому постараюсь сделать не zero degrees, а немножко, немножко, это локотенк дегрис, немножко здесь каст, для того, чтобы дать правильную функцию на это участке полосерта. Поэтому, я думаю, что данная презентация немножко помогала вам немножко разобраться, как сделать имплантовский абатмент и делать коронку, как использовать, значит, тулы в различных случаях. И, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте их на форуме, так, или пошлите мне на мой имел markgregorydds.yahoo.com Спасибо.